ПЕСНЯ Так, у вас заявление есть, да? Пожалуйста. По результатам работы мандатной комиссии, да? ПЕСНЯ Игитян Генрих из Армении, депутат от Союза художников и СССР. ПЕСНЯ То, что сказал депутат Шенгилая, я целиком с ним солидарен. Я как депутат был в Тбилиси, ознакомился со всеми материалами. Это действительно чудовищная трагедия, насилие, жестокость. Я не хочу назвать следующего слова, которое идет после этих слов. Но я хочу обратить внимание съезда впервые с этой трибуны на тот серьезный факт, который произошел в Сумгаите. Когда после обращения Михаила Сергеевича Горбачева к народам Азербайджана и Армении, армянский народ вышел с лозунгами «Ленин, партия, Горбачев». В ответ на это была чудовищная, жесточайшая реакция Сумгаите, которая унесла многие жизни. Такого в нашей стране, на территории нашей страны никогда еще не было. Такое даже не видели во время фашистского гитлеровского нашествия. Чтобы многочисленные насилия, убийства, выжигание крестов, погромы. И я считаю, что сегодняшний съезд наш должен вообще этот вопрос очень серьезно рассмотреть. Все это происходило на расстоянии 30 минут езды от столицы одной из союзных республик в течение нескольких дней. До сих пор политической оценки Сумгаит не получил. И я считаю, что это начало того фашизма, который если мы не прекратим, не пресечем, этот очаг пойдет очень далеко. Мы все пережили Великую Отечественную войну. И в Великой Отечественной войне все мы были братьями. И мы не можем позволить, чтобы во время перестройки, когда партия обращается к нашим народам, этот фашизм, который был там проявлен, не получил должной политической оценки. И мы считаем, что трагедия в Тбилиси, так же как и трагедия в Сумгаите, должна быть осуждена, чтобы никогда впредь, никогда в нашей советской стране не было проявлений таких фактов. Я считаю, что нас поддержат все союзные республики. Более того, я должен сказать, что вместо того, чтобы мы почувствовали, что прогрессивная часть Азербайджана, интеллигенция Азербайджана осудила этот факт насилия. Осудила. Потому что, не дай бог, если бы это совершили армяне, я бы встал и попросил бы извинения перед всем советским народом и перед всем миром за то, что сделали мои сограждане. Но мы почему-то этого не слышали. Мы только слышали во время обсуждения этой проблемы, как секретарь ЦК Компартии Азербайджана Везиров говорил о намусе. Намус, товарищи, это совесть. Так вот, о совести нельзя говорить человеку, народ, который проявил вот такое жестокое насилие. Я прошу всех вас, все братские республики Советского Союза, я прошу и честных азербайджанцев присоединиться к моему голосу. Спасибо. Уважаемый народный депутат. Мамедов Муслим Раджабович, народный депутат от Бакинского-Артиабрского национально-территориального округа номер 196. Меня заставило выйти на эту трибуну безответственное выступление народного депутата ЕГИТЯ. Дело в том, что все те выражения, которые мне не хотелось бы повторить и адресовать кому-то, любому сидящему в этом зале или представителю советских народов, является прямым оскорблением моего народа, пролетарского Баку, того народа, который сам дал достаточно резкую оценку тому, что произошло в Сумгаике. Все, что после этого делалось в азербайджанской партийной организации, в азербайджанской советской социалистической республике, говорит о том, что мы никогда не искали конфронтации, мы никогда не искали и не стали причиной вражи между двумя народами. Все свидетельствует как раз о том, что мы стремимся найти компромисс, осуждая то, что было в Сумгаике. Мне бы не хотелось, разве египетян не знает, что сегодня в Армении из 165 тысяч азербайджанцев никого нет? Разве египетяну неизвестно, что в Армении убито азербайджанцев гораздо больше, чем в Сумгаике армян? Разве египетяну неизвестно? Разве египетяну неизвестно? Уважаемый товарищ депутат, я прошу вас остановиться. Я считаю, товарищи, что здесь у нас не место и не время для того, чтобы высказывать вот такие, так сказать, взаимные обвинения. Когда мы собрались с единой семьей 65 представителей народов и национальностей Советского Союза для того, чтобы солидаризироваться, для того, чтобы объединиться, для того, чтобы выработать программу нашего дальнейшего движения вперед, перестройки. Поэтому, видимо, нет необходимости нам сейчас взаимными упреками, обвинениями с одной, с другой, с третьей стороны. Тогда мы вообще, так сказать, уйдем неизвестно куда. Надо все-таки выдержать, так сказать, ну, иметь выдержку, иметь, понимаете ли, ответственность для всяких заявлений. Я потому ничего отрицательного не говорю об армянском народе. Я прошу вас закончить выступление. Ни одного отрицательного слова не говорю. Я потому и призываю каждого из нас почувствовать ответственность, что с этой трибуны говорится. Товарищи, есть вот такое предложение. Учитывая, что...